Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня мы поговорим, не поверите, про биткоин и еще больше не поверите, про медвежий сценарий. Про медвежий сценарий, ребята, что будет, если мы продолжим падать? Поэтому, если вам нравится криптоконтент, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и проверьте, нажат ли колокольчик, а также подписаны ли вы на наш телеграмчик, который сейчас появится сверху. Итак, что можно сказать, ребята? Значит, биткоин у нас с вами недавно упал, упал достаточно сильно в моменте и, в принципе, на недельном таймфрейме мы видим, что он продолжает это делать. От хая мы уже скорректировались на 20% плюс-минус даже, ну да, и вот сейчас даже на 17-18 где-то процентах коррекции сидим. И все бы ничего, скажете вы, ведь сеточка EMA Ribbon у нас с вами развернулась в бычью сторону, мы отретестили ее как от поддержки. И прекрасный зеркальный уровень здесь по сопротивлению у нас с вами тестируется прямо сейчас, кстати говоря. Поэтому все еще, конечно же, возможно, что мы сейчас возьмем, отскочим отсюда и полетим на Луну сразу на 100к. Но всегда нужно быть готовым и к обратному сценарию. И на обратной стороне медали смотрите, что у нас недельный RSI пробил уровень 50 и пошел вниз. Если мы посмотрим статистически, то это, ну, мягко говоря, не очень бычий знак. Не очень бычий знак. Если вы вообще посмотрите на недельный RSI, то когда он пробивался выше 50, это был бычий рынок, как вы можете видеть. Соответственно, когда он пробивался ниже 50, это был медвежий рынок, даже несмотря на то, что после этого мог быть небольшой отскок выше. Вот что. И тут как бы пока эта тенденция особо не нарушена. Ну, разве что вот здесь мы сходили ниже и потом улетели снова на новые хаи, нарисовав дивергенцию. Вот. Поэтому недельный RSI, конечно же, говорит нам о том, что, ребята, коррекция не закончена. И вообще, если вы обратите внимание, по недельному RSI очень круто понимать, где конец и где шортить. Вот особенно здесь. У нас была тройная или даже четвертная дивергенция. И, соответственно, было понятно, что рынок пойдет вниз. Но, с другой стороны, здесь все ждали тогда, знаете чего, что-нибудь вот такого, что мы сейчас там раз-раз-раз и дальше полетим. То есть, тут тоже, конечно, это все не панацея. Вот. Здесь у нас тоже, обратите внимание, в этом цикле у нас RSI разгружался. Но, кстати, точно до уровня 50 недельный. То есть, он нам показал, что бычка еще не окончена. Вот. Так что пробитие уровня 50 вниз. Сейчас мы находимся на 40. Это, конечно, медвежий сигнальчик, ребята. И многие сейчас, кстати, пишут, как и за Тузумун, так и за медвежку, и там за 8500 и так далее, и за 12000. И мне захотелось тоже подумать, ну а что, если действительно медвежий рынок еще не закончен? Давайте посмотрим с вами, куда мы можем потенциально упасть по биткоину. Я еще раз говорю. Я сейчас озвучиваю не свою, как сказать, грубо говоря, не ту позицию, которую я ожидаю. Я ожидаю рост раньше. Я не ожидаю то, что мы перепишем вот этот вот лоу. Я ожидаю рост откуда-нибудь раньше, отсюда или отсюда. Но, опять же, мои ожидания ничего не гарантируют. Поэтому давайте посмотрим, что может быть сейчас такого, и куда может биткоин упасть, если продолжится коррекция. Ну, во-первых, давайте с вами отметим некоторые уровни. Вот у нас есть уровень 16200, да, примерно. 16200, ну давайте так, 16000. Это предыдущее дно. Это предыдущее локальное дно. Но, что мы здесь видим также, в принципе, по недельным свечам можно даже считать это пиком 2017 года. Но, скорее, даже вот уже в начале 18 январе мы, после того, как шпильку отвалили, мы еще здесь постояли. Вот. Но на самом деле уровень не то, чтобы очень прям значимый. Но, на мой взгляд, уровень, которым я хотел с вами поделиться, который хотел обсудить, на мой взгляд, это 14-13 тысяч долларов. Еще раз, ребята, я не говорю, что мы туда упадем, я сам этого не ожидаю, но мы можем туда упасть. И давайте тогда обсудим, как это может произойти. Смотрите, RSI продолжает падать, какой-то отскок дохлой кошки продолжает падать. Мы видим тоже что-то вот такое. И тогда признаем себе, да, что мы были неправы, значит, медвежий рынок не закончен. Соответственно, для того, чтобы он был не закончен, нам реально нужно будет переписать вот этот low. Потому что, если мы этот low не перепишем, даже вот до 18 тысяч дойдем, например, отскочим, то уже все, эта теория будет неверна. Но, если мы перепишем этот low, мы можем даже перехай небольшой сделать, но потом все равно туда пойти. Так вот, если мы туда пойдем, ребята, то обратите свое внимание на этот уровень, на эту зону, вернее, 12-14 тысяч долларов. Потому что, потому что это, опять же, зеркальный уровень. Это предыдущий локальный high вот здесь, сопротивление вот здесь. И если, еще раз, я говорю, если мы перепишем вот этот low, то, на мой взгляд, супер вероятно, что мы хотя бы вот до верхней границы, да, 13-14 тысяч долларов потрогаем этот канал и оттуда отскочим. Почему я так думаю? Да потому что, потому что, да, если мы говорим о том, что рынок медвежий, и он еще не закончен, это значит, что мы должны будем заколоть вот этот вот low. И, еще раз вам говорю, я думаю, что вот эта зона та, за которой будет стоит наблюдать. Я решил сделать это видео, потому что я вижу, очень многие ждут цен ниже, чтобы закупиться. Кого-то тупо ликвиднуло, и он ждет зарплату. И многие всерьез пишут там про 8500 и так далее. Ребят, может быть все, что угодно, но если вдруг биткоин спустится вот в эту зону, грубо говоря, все, что ниже 16 и там выше 12, 10, мне кажется, вот. Вот, то я думаю, что да, это будет уже точно ультимативное дно, даже если мы увидим удлиненный медвежий рынок. Но, ребята, на самом деле, медвежий сценарий мы рассмотрели, но также есть много и хороших вещей. Но я лично, на самом деле, стою в лонгах, и мне нравится вот этот зеркальный уровень предыдущего сопротивления. Я вчера по Ripple забрал 1200 монет, Ripple сходил вперед рынка немножко. Вот стою по битку, жду, что он тоже сделает хоть какой-то плевок сейчас локальный, хотя бы там на 27-28, если мы говорим о трейдинге, да. А об инвестициях, ребят, еще раз говорю. Да, кстати, напоминаю, что все еще идет состязание на Bybit, WSOT. И наша команда показывает очень хороший результат, ребята, 57% PNL, 10-е место в регионе, 91-е место в общем. Среди огромного количества команд, поэтому, ребята, всем большущий респект, кто еще не добавился, добавляйтесь по ссылке в описании. И также выражаю респект команде OpenWorld, которая уже 1500% показывает PNL. В общем, чуваки, вы просто крутые. Да, если они удержат первое место, то они получат 864 тысячи тезера как награду. В общем, реально поздравляем вас, потому что мы в нашем деле все не конкуренты, как многие наши товарищи считают, а мы союзники, ребята, и партнеры. Мы все делаем одно большое общее дело. Вот. Так что касается инвестиций, я хотел вам просто показать на недельном таймфрейме по эфиру. Эфир вернулся на трендовую. Эфир этим заколом вернулся на трендовую, которая у нас начиналась еще после коронадампа. Видите на моем графике с Bybit? Мы много раз от нее отскакивали уже вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И возможно, что отскочим вот здесь, ребята. Поэтому напишите-ка в комментариях свой вариант. За бычий расклад вы или за медвежий, или за флэт до халвинга. Ну и помните для тех, кто трейдит, да, что у нас закрепился на 6-часовом таймфрейме сигнал очень сильных покупок по биткоину. И на 8-часовике тоже он закрепился. Это не панацея, конечно, на 12-часовике его нету. Но, возможно, мы увидим хотя бы какой-то хороший, если не отскок, то хотя бы удержим этот уровень. Посмотрите, как происходило раньше. Мы видели либо отскок, либо удерживали этот уровень. Точно так же он нам давал шартовые сигналы на младших таймфреймах. И обратите внимание, мы всегда удерживали этот уровень. Мы всегда не ходили выше. Либо чуть-чуть выше, чуть ниже ходим. Короче говоря, это сигнал о том, что здесь очень-очень сильная плита. Так что да, возможно, мы просто отскочим и закроем все это падение, чего я больше сейчас и жду. То есть такого обратного борта Симпсона, на самом деле, я думаю, всем бы хотелось увидеть. Но, как я уже сказал в начале видео, дорогие друзья, будьте готовы ко всему. Это может начаться отскок дохлой кошки, а потом нас сольют и ниже вот этого лая. Поэтому ставьте стопы, ставьте тейки, всем профитролей, лайки тоже обязательно ставьте. Проверьте подписку на наш канал, на наш телеграм. Спасибо, что смотрите. Заходите еще. И скоро увидимся. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok